На днях дмитровские предприниматели посетили рыбохозяйственный технологический институт. В поселке Рыбный еще с советских времен работает рыбохозяйственный институт, который являлся частью большого рыбного кластера. Рядом действует научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяйства и раскинулись многочисленные пруды, где студенты и ученые-рыбоведы изучают поведение рыб, их правильное кормление и селекцию новых видов. Вы работаете с Китаем, с китайскими студентами, вообще с страной Китая? Мы работаем над этим вопросом, пока еще нет, но мы начали. Предприниматели ознакомились с учебной базой института, по каким специальностям идет обучение, посетили лабораторные занятия, пообщались со студентами и преподавателями и сразу же обменялись контактами. На данный момент мы делаем арминалитическую экспертизу шоколада. Мы проверили маркировку, вся информация, что есть на упаковке, она на всех трех видов соответствует. Представители Дмитровского бизнеса интересовал прежде всего вопрос обеспечения кадрами своих предприятий. Одним из решений они ведут в тесное взаимодействие с учебными заведениями. Далее берем приколь и вместе с прудком начинаем ее загревать, нанося покупка буром. Директор Дмитровского рыбохозяйственного технологического института Анна Солоненко сказала, что институт готов заключать целевые договоры с предприятиями по трудоустройству выпускников, а также договоры практической подготовки и выстраивать план практики под реальные запросы предприятий. Дети у нас среднего профессионального обучения по направлению консервы и пищеконцентраты. У них модуль идет сушка. Было интересно узнать, хотя и местный житель, что действительно таких институтов всего пять по России. Это филиал, то есть это получается наша Дмитровская гордость. И что сюда именно сами абитуриенты приходят целенаправленно, зная, куда они дальше уже пойдут. И приезжают изо всех уголков России, что очень ценно. Поэтому, конечно, я была шокирована этим. Хотелось бы, чтобы само и помещение тоже приобрело такой достойный облик. Но и удивило, сколько всяких операций проводят дети вживую на практике. И в заключении своей поездки в поселок рыбные предприниматели побывали в научном центре по генетике и селекции рыб, который возглавляет Александр Кочетов. Предприятие располагает большим прудовым хозяйством для выращивания рыб, живорыбной базой и специализированным автотранспортом для перевозки живой рыбы. Предпринимателям показали, как здесь разводят осетров и карпов, как устроен и работают инкубаторы для выведения рыбопосадочного материала, а также как налажено взаимодействие предприятия с расположенным по соседству рыбохозяйственным технологическим институтом.